В прошлой серии мне довелось встретиться с неким стихоплётом. Именно он нашёл и спрятал письма Архивариуса. Теперь мне предстоит пройти причудливое испытание. Пробежаться по локациям через цепь телепортов, чтобы в итоге прийти в его логово и забрать то, что мне нужно. Не забудьте поставить свою оценку этому видео. Приятного просмотра! Появился я тут, вот он рюкзачок. Я вообще нахожусь где-то в уголку, вот в этой части локации Припять. Я тут, кстати, впервые. И тут у нас памятка номер 8. Хочешь свалить поскорее из этого ада? Это Зиловский кузов, проверь возле детского сада. Как раз мне надо в детский сад. Там был тайник с выхлопом, но только вот я его не возьму. Поэтому даже не знаю. Единственное, что можно проверить рюкзачок, убедиться, что да, там что-то есть. Ну и на будущее для себя это отметить. В то же время мне надо здесь сделать фото. Наверное, я бы даже туда сходил и сделал его, почему бы и нет. Ко всему прочему, тут есть вертолёт, который я, конечно же, просканирую. Отлично. Но это явно не последний, так как задание не обновилось. Опа, один. Кто это? Зомбированный наёмник. Далее я бы всё же хотел сходить к стадиону Авангард и там сделать фото. Но я боюсь нарваться на каких-нибудь противников серьёзных. Монолитовцев здесь быть не должно, потому что они ещё не появились. И здесь просто зомби. Ладно, пойдём посмотрим. Странно, что здесь горят костры. Вот, например, там вон горят. Ведь тут нет нормальных живых людей, тут одни зомби. Ну ладно. Но в принципе не так что-то и опасно на этой локации. Собаки, зомби, ну. Да, вот это тут куча собак. Причём это тоже абсолютно обычная, но рожа у неё какая-то страшная. То есть это как будто другой вид. По факту нет. Обычный хвост собаки у неё. Подбирать его не вижу смысла абсолютно никакого. Псевдогигант. Я его точно слышу. У меня есть подствольные гранаты на этот автомат. Как раз для псевдогига, я думаю, самое оно будет. Где-то здесь он ходит. Там ещё и кровососы, что ли, или химеры, не пойму. Где-то с этого места. Ага, мне надо сделать фото. Вы пришли на точку. Ага, вот он ракурс. Всё, сфотографировано. Успешно сделано. Вчерводный дыш, я маленько тупанул. Там не было шести часов, когда я пытался сделать снимок. Сам же в одной из прошлых серий об этом вспомнил, когда я делал фото на промзоне. А вот тут что-то как-то затупил маленько, но ничего страшного. Туда мы ещё попадём по сюжету и обязательно сделаем недостающий снимок. А сейчас тут снимок сделан, но, оказывается, припять. Больше снимков делать тут не надо. Вот остался последний, по сути, и всё. И ещё кое-что тут у нас есть. Да что ж вы ко мне-то пристали, ну? Ты смотри, какая живучая. Вон там ещё вертолёт упавший, его тоже мне надо просканировать. Считать информацию. Сейчас надо что-то делать, потому что тварь целая куча. Жесть просто какая-то. Псевдогигант. Ну с ним я справлюсь, это не переживайте. Да откуда ты взялась? Вообще из ниоткуда вылезают. Придётся пулемёт доставать. Отдыхай. Темень, вообще ничего не видно. ПНВ что ли включить? Ну и получается я трачу последние уже патроны, в буквальном смысле. Там он ещё и гора с нурков каких-то прыгает. Вроде с химерой дерутся. Ну а мне бы что, мне бы подорвать псевдогига? Ой, ещё и контролёр, да ты чё? А куда он делся-то? Псевдогигант куда-то ушёл. Откуда он колдует-то? Химера, видимо, была уже ранена. Это абсолютно обычная химера. Вы скажете, а что, есть необычная? Хм, ну не знаю, может и есть. О, там псевдогиг. Итак, ну иди ко мне, куда ты уходишь постоянно. Ясно, он меня вообще откуда-то с другого края карты колданул. Готов. Отлично. Теперь остался контролёр. Он где-то тут ходит, стоит, не пойму где конкретно. Да иди шар отсюда. Покоя просто нет. Блин, тут какое-то мясо творится на этой локации. Там какой-то бюрер, что ли, непонятный бегает. Самого контролёра я не вижу из-за этого дыма. Чё он тут нагнал-то, ну? Навыпили? Ну тут просто бюрер. Нет, это не он колдует. Колдует конкретно контролёр. Опа, химера застрявшая. Готово. Она в лифт, что ли, попала? Понятия не имею. Ну контролёр куда-то, я не знаю, исчезли с моего поля зрения. Ой, ко мне ещё эти идут. Ну что же вы такие, ну? Окачурился. И это тоже. О, идёт, идёт, идёт. Уже вроде уничтожился. Ещё одна откуда-то, да сколько вас? Кто же попал в лифт? И вон там какая-то химера, походу, так же залагала, как та, что была в баре, когда в воздухе зависла. И у меня патронов вообще нет. Смотрите, такими темпами я могу выхлоп взять, который-то в тайнике лежит. Место под него будет. Так, ну лапу псевдогиганта я по-любому беру. Не понял, а почему я химеру не могу? Могу, всё отлично. Тут кристаллы около вертолёта лежат. Но кристаллы я пока не трогаю. Сканируем. А, отлично. Принести данные полковнику Петренко. Это был последний, последний зоной его дери вертолёт. Невомерное удовольствие, понимать это? Ну что, вот такой мне, по-моему, кристалл нужен, он какой-то редкий. Я могу это место покидать? Да, могу покидать. Давай так и поступим. Поднимай, что желание оставаться тут у меня нет. Да и в принципе, авангард мне больше не нужен. Идём в садик. Чё происходит со мной? Ух ты, здрасте! А это вообще что за ситуация? Это нормальная ситуация? Он взял и меня перекрутил. Он там ещё не один, что ли, был? Не понял, то есть я не могу через этот туннель проходить, потому что это ловушка. Эти контролёры меня задрали. А, ну ещё и вылет. Да куча, спасибо. Вот, нужно мне грузовик. Но я хочу посмотреть выхлоп, вы правильно понимаете. Если бы мне ещё и химеры всякие не мешали. О, понятно. Ну нет, тут ничего в этом ящике. А где ещё что-то может быть? А вот на что издалека эта надпись похожа? Объясните мне, пожалуйста. Вот это вот смотришь так, а вот так отдаляешься? Да ни на что, наверное, мне кажется. А вот и выхлоп. Я не знаю, как вообще так. Ну ладно, хорошо, нашёл, нашёл. Подбираем, конечно же, перегруз. Весит эта дура очень много. 7,38, ясно. А выкидывать-то нечего, да? Угу. Пришлось выкинуть ещё кристаллов, целую кучу. Ну и теперь надо как-то возвращаться. А, тут стена невидимая. Ну, таким вот образом я отсюда выбираюсь. Ясно. Мясо какое-то происходит. Куча снорков бьют кучу зомби. Вот он, Зил. Телепорт, по идее, должен быть. Это кто так заорал? Не знаю. Прыгаем в телепорт и переходим в лабораторию Х-10, где у меня тоже были квесты, которые я не взял. А вот надо было взять кучу этих квестов перед этим квестом, потому что он кидает по всем локациям. Однако не переживайте. Ой. Потому что можно выполнить все эти квесты лабораторные, пока ты будешь тут шляться. Ладно. Не знаю, зачем я их разбиваю, если я всё равно отсюда ничего не возьму. А патрончики тут вкусные. А, ну и опять у меня это началось. Давай вегу оденем. Хотя это уже бесполезно. 87 килограмм. У кого-то из них мне по-любому сейчас надо будет брать. А вот калаш, наверное, и возьмём тогда. Надо будет брать патроны как раз-таки для калаша. Благо у них очень много таких патронов. Тайничок. Миротворческий корпус. Ну хорош тебе чихать. Ой, не могу всё взять. А выкидывать мне в принципе и нечего. Вот с этими глазами мне кто-нибудь объясните в комментариях адекватно. Если знаете, что мне с ними делать. Выложить я их не могу. Ну а есть я их, например, не хочу. Вот что мне с ними делать. Почему у меня забрали аномальный автомат, а вот это не забрали. Жду адекватного нормального комментария. Спасибо большое. Тут что? Тут какой-то код. Не знаю таких. Что здесь написано? АМК Тим. Понял. Подожди, а тут-то где я появился? А вот где-то тут и появился. Значит, рюкзак должен быть. О, таракан. До свидания. Вот рюкзачок. Ну, в этом подземелье тебе уж хватит света. Путь это скасть ради катушек где-то. И не забудь найти там код к двери заветной. Иначе не найдёшь потом дороги верной. Понятно. Ну и перегруз. Ясно. Какие-то учёные зомбированные. Видимо, какой-то персонал или какая-то экспедиция. Он не подцепил таки, заразу. Да понятно. Только непонятно, что теперь делать. Так, ну это какой-то необычный бюрер. Однако, никакого уникального описания у него нет. Хотя он в белом плащине такой, как все. Ладно. Ой. Они тут сами заварили бюрера. Эх, заперто. А там у нас много добра всякого. Но я не помню пароль. Вылет опять. Нет. Огненная химера, чёрт возьми. Это что было? С одной стороны, это дед, призрак. С другой стороны, химера огненная. Что мне делать? У меня есть подствольный заряд, конечно. Эй, Шахтар! Шахтар хороший! Шубин, ну быть хорошая, а Шахтаря... Шубин, да поможет Шахтарю! Ой, я вообще пофиг. Похоже, это и был тот самый Шубин. Готово. Так, Шубин мне помог, в общем-то. А это кого-то огненная химера. Охренеть. Огненная химера. Свойство неизучено, видо крайне малой вероятности добыть этот уникальный биоматериал. Бляха, муха, цокотуха. Вот это номер. Всё, пора валить из зоны. Разное я видел в этом цирке. Ну что бы такое? Жесть. Впервые вижу огненную химеру вообще за всё время игры. Во все моды. Чароны дышло. Тайник. Ну и всё. Мне такая была нужна, как ингредиент для варки. Так, вот катушки, в принципе. Про эти катушки шла речь. А ну-ка. Ага. 51-273, запомнили? Надеюсь, что запомнили. Потом подскажете мне. Пробуем? Есть такое. Да, так сначала разобьём. Ой, я же не могу с собой это всё таскать. Что ж заманят у меня постоянно? 51-273, я всё ещё помню. О-ба, где я появился? 28 человек, ты чё? Ну благо они там стреляют сейчас между собой. Сержант Морозов. Подожди, такой же был у нас в Зов Припяти. Аист. Помните? Аист. Аист на крышу, а остальные за мной. Никакой не аист, не путайте. Ну ладно. Так, вот он на рюкзаке. Ё, тут стрельба вообще жесть. Просто тайничок какой-то. Аптечка ясно перегружена. И загнёшься в каменной норе, никто ведь не услышит. Беги быстрей, ищи трубу, что злобно паром дышит. Надеюсь, код к двери ты отыскал, как раньше я тебя предупреждал. Какой там? 572... А, она сама открылась. Наверное. Потому что я сейчас услышал звук такой. Так, ну и что, я умираю, да? Давай научно аптечку съедим. Я не знаю, где мне теперь лечиться от моей болезни. Жесть какая-то. А ну, ребята, ловите. 27. Да ладно, никого. Как так-то? Это какой-то ужас. Бандит вообще как-то сюда попал. Вроде как этот этаж зачистил полностью. Промазонный рюкзак неуловимого. Кто это? Вот это неуловимый. Пашка Упырь. Понял. Слушай, тут даже месторождение кристаллов. К сожалению, я их игнорирую. Я уверен, что мне ещё сюда предстоит вернуться. Поэтому я не пойду. Сварю то, что должен сварить, и всё остальное. Какой там был код? 51273. А чё, она не открывается? Из-за покойничка? А, да. Ещё 11 человек, но это ладно. Тут ещё куча снорков всяких. Прям явно это слышно. А, это не снорки, это выползни. Кто же кого? А он вообще как-то непонятно стреляет в никуда. Кстати, это не тот чейзер, который мне надо было найти. Нет, это обычно какой-то. А, так это и в меня ещё стреляешь, гад. Всё ясно. Мне надо, наверное, сюда. Ну вот у нас труба, которая дышит паром. Да, вот появился телепорт. Прыгаем. Хотя здесь тайник я не унесу всё равно, поэтому прыгаем. В лес я попадаю. Как вам такое? В принципе, неплохой квест. Он тебе позволяет пропрыгать по всем локациям, посмотреть, выполнить что-то, пофотографировать. Например, с фотографиями я выполнил на конец задания. И я в лесу. Тут у нас телепорт. Вот рюкзак последний. Ну, или не последний, не знаю. 11 памятка. На юге экскаватор есть. Там ты найдёшь дорогу. К искомым документам как раз ко мне в берлогу. Я аптечку даже не взял, вы сам видели, потому что не могу. Экскаватор здесь вообще только, по-моему, один. Это где-то тут. Север-юг. Вот в этой стороне. Но я думаю, что всё-таки ближе... Ладно, пойдём посмотрим. Вот он, экскаватор. Надо будет подойти куда-то в ту сторону. Тут у нас одинокий зомбарь стоит такой. А где, а кто? Тут их раньше было много. Пока я не поработал ножичком. Опа, здесь ещё что? Что это такое? Десант на СВД-С. Эээ, ладно. Я вообще не в курсе. Ну ладно. Вот он, телепорт. Собака появилась. До свидания, собака. Ну, я за ней вернусь потом как-нибудь за это СВД. И я появляюсь в берлоге. Но мне явно надо не на выход. Где вообще? Так я тут. Опа. Чёрт. Я нихрена не вижу. Я тоже нихрена не вижу. Что мне, наверное, на Электру идти тогда? Не могу. А вот теперь могу. Ну, а мне точно на неё, да? Ну да, посмотрим. Ну, вроде иду. Ну, давай. Не ходи кругами, придерживаясь какого-то курса. Я ещё в аномалию какую-то попал. Ну, давай, пойдём, пойдём. Сквозь Электру прям. Опа. Ясно. Ты кто такая? Грета. Чё показываешь мне? Артефакт, корона. Грета, нормально всё? Лё, у тебя чё с глазами? Мать. Жесть какая-то. Разговаривать она с одной не разговаривает. Да, подбираем корону, раз надо подобрать. Так, вот она, Грета. Ты живая, что ли? Или как? Или это проекция какая-то зоновская? Слышишь? Вставай давай. Мне что вообще нужно сделать-то? Кошмар какой. Что это было такое? Ой, давно я так по мозгам не получала. Чёрт бы, побрал бы эту зону. Ну, ругаешься. Значит, оклемалась. Ты как здесь оказалась-то? Грета, что ты здесь делаешь? И что это с тобой? Ты будто сама не своя. Здравствуй, фотограф. Ты очень вовремя здесь появился. Да что темнить? Спас ты меня практически. Иначе я в этом ступоре стоял бы вечно. Видимо, это произошло после того, как я прикоснулся к этому странному предмету. Вот он меня и парализовал. Ну ты, как я вижу, не пострадал. Ведь удар получил я. Спасибо тебе ещё раз за помощь. Никому не давай это в руки, чтобы люди не пострадали. Ну, мне тоже перепало, конечно. Но не так сильно, как тебе. Мда. Чудные дела твои зона. Так, давай колись. Зачем ты здесь и как сюда попала? Я проследил за Михасём. Шла за ним втихаря. А ты кого или чего здесь ищешь? А я как раз пришёл сюда за письмами, которые вы с лейтенантом друг другу писали. Помнишь лейтенанта-то? Он просил меня разыскать письма и вернуть их ему. А в баре меня Михась поджидал. Сказал, что письма спрятал где-то здесь. Послал меня по какому-то странному пути. Ты случайно письма этих не находил здесь? Письма я нашла. Дам тебе письмо, которое занесёшь моему кавалеру. Там я ему написала всё, что нужно. Про Михася не говори ему ничего, пожалуйста. Хоть мы и не встречаемся уже, всё равно не хочу его расстраивать. Да и Михасю не стоит говорить о том, что видел здесь меня. Да и вообще, помалкивай про этот случай. Договорились? Ты можешь идти, а я ещё побуду здесь немного. Надо прийти в себя окончательно. Ступай. Дальше я сама справлюсь. Ну, как знаешь, я пошёл тогда. Надо завершать начатое дело. Вернуться в архив. Письмо. Парапавшие письма. Ага. И чего? Какая-то корона. Странное образование непонятного происхождения. Мать, ты чё здесь будешь делать? Мы находимся где-то здесь, в пещере. Тут у нас рядом переход в бар. Благо вот прям так можно сократить. А с другой стороны мне-то надо не в бар. Мне по-хорошему надо. На испытательный полигон. Там куча квестов. С другой стороны мне и к Брауну вернуться. А в баре... Ну, слушай, если идти по основному сюжету, то мне всё-таки надо на испытательный. То есть в эту сторону. К сожалению, из бара напрямую в испытательный я попасть сразу не могу. Да уж. Грамотность и хаплёт следы путает. Хоть он, в принципе, и полный псих, но всё-таки чувствуется в нём подготовка соседней конторы. Какой соседней конторы? Подарки есть? Есть. Тут, по-моему, всегда это лежит. В любом моде на чердаке лежит заря. Ну, дед ничего не говорит, никаких квестов. Значит, просто идём на испытательный полигон. Я перешёл, машины тут нет, потому что я её отогнал. Что там происходит? Собака на собаке сидит? Да. Это чё такое? Ты чё на шею-то залезла своему этому псу? Ты посмотри, какая красота. На шее сидит. Вот какую бы я серию не записал, всегда что-то есть, на что можно посмотреть. Да. Ну и что, куда мне пойти первым делом? К тебе, чтобы сдать задание. Ну, постоянно что-то странное вокруг этих вертушек происходило. О, а я в тебе не сомневался. Давай сюда считыватель. Деньги твои я уже приготовил, как и договаривались. Вот. Держите ваш прибор. Уникальный гравик-костюм, 20 тысяч. Ну и в принципе всё. До встречи. Больше никаких квестов нет. Ну и гравик-костюм, сколько он весит сам по себе? Мало. Но поднимает плюс 55 дополнительных килограмм. 145 от того. Нет отрицательных свойств вообще. То есть за счёт артефактов там можно себе попытаться сделать положительные свойства. Ну и как бы да. Дальше что? А тут в принципе ничего. Отсюда я могу возвращаться к архивариусу. На вот эту базу военную. Письмо передавать. Не, ну выносливость тут кончается со скоростью света. Несмотря на то, что у меня как бы порог стоит по килограммам. Порог по окончанию выносливости никакой не стоит. Она кончается реактивно. Надо варить абсолюты. В принципе у меня есть новые ингредиенты. Это и коготь огненной химеры. И таракан. Ну что? Привет хранителям архива. Привет. Ты должно быть нашёл мои письма? Письма я не нашёл. Но я встретил Грету. И она сама сказала, что нашла их. У неё они теперь хоронятся. Можешь смело идти на повышение. Кстати, Гретта тебе передала записку, в которой это подтверждается. Вот, держи. Опа, смотри, читает. Так, а ну-ка давай-ка посмотрим. Справка. Ну что, убедился? Как видишь, я тебя не подвёл. Вовремя всё обстряпало. Пока я искал твои письма, нашёл одну странную штуковину. Вот, посмотри. Но в руки не дам, ибо она может шарахнуть так, что мало не покажется. Может ты знаешь, что это? Это корона. Не знаю, что это и какую ценность она представляет. Слышал лишь, что тут один прапор хитроватый, ищет что-то подобное. Обратись к нему. Он где-то в здании, этажом выше ошивается. Насчёт нашего дела могу сказать одно. Ты молодец, и слово своё держишь. Вот, отдаю тебе обещанное. Я тоже слово держу. Разумеется, всё останется между нами. Договорились. Давай документы, и я пошёл искать этого прапора. Удачи тебе. Прапор действительно только что появился. Тут всё закончено. Конечно, интересно, что в этой комнате? Ну ладно, думаю, ничего такого. Опа, появился, да, действительно, этажом повыше. Прапорщик Щепельбан. Это, по-моему, лицо из метро какого-то персонажа. Не помню, кого именно, ну ладно. Привет. Не ты ли тот самый прапор, который собирает всякие диковинные штуки? Да. Меня кое-что интересует. А ты что-то принёс показать? Вот. Посмотри на эту вещицу. Короной называют. Что ты можешь сказать? Опля. Ну надо же. Какое событие случилось? Скажу честно, именно эту вещь я уже и не надеялся найти. Была одна история печальная. Получилось, что я вроде как подславил нескольких людей из-за этой короны. Наслушался байк разных про её свойства. Типа она дарует вечную молодость. Теперь, конечно, я понимаю, что это, скорее всего, бред. Тем более, одной короной достаточно. Тем более, одной короны недостаточно. Она вроде как должна быть катализатором для процесса. Но никто процесса не видел. И никто не знает, что ещё нужно иметь для этого. Я бы взял её у тебя. Только чтобы скупить свою вину перед этими людьми. Мне так стыдно до сих пор. Ну, я тебе могу её отдать. Денег не возьму. Но услугу с тебя стребую, если понадобится. Ну что, забирай. Что ты? В руки её нельзя брать. Если ты такой добрый, то отойди от меня на пять метров. Не меньше. И брось её на пол. Если всё будет нормально, то я тебе обещаю, что мы обязательно сочтёмся в ближайшее время. Эки, ты хитрый. Недаром мне говорили про тебя. Хочешь быть вечным? Ха. Ну, дерзай, если получится. Отхожу от тебя и делаю, как ты говоришь. На пять метров. Ну, давай, вот так, я думаю, достаточно. Где это корона? Вот, выбросить. Чё, недостаточно? Ладно, ещё отойду. Так, это тут, что ли, недостаточно? Не понял, пять метров же есть. Ну, это уже всё. Я уже около стены кинул. Опять нужно в какую-то конкретную точку. Тут? Может, подтолкнуть тебе надо к неё? Да ничего не происходит. Опа, игра подвисла. Компания. Призрачные сталкеры? Оригинально. Какие-то призрачные сталкеры появились. Васька Филин. Ну, вот мы пришли. И сейчас ты пойдёшь с нами. Ты останешься с нами. И будешь жить и есть. Нет, этого не будет со мной. Не будет этого со мной. Нет, почему я не хочу? Что-то... Со мной вот это... Стой, чувак. Не делай этого. Да уж. Не повезло, бедолаги. Явно не с теми людьми он связался. Ага. И всем пофигу, как бы, что здесь прозвучал выстрел на военной базе. И что мы с ним только были на этом этаже. Там, по сути, уже охрана снизу должна бежать сюда. Вот этот вот человек, он не мог не услышать. И меня бы сейчас по-любому забрали. Потому что, ну... По всем признакам это был бы я. Там уже потом бы разобрались. Но нет, как бы... Выстрел на секретной базе. Да ты чё? Ну ладно, хорошо. Пусть будет так. Если кто не понял, подводим краткий итог. Поставил он нескольких сталкеров. Видимо, и послал их куда-то в опасное место. А они там погибли. И вот их души за ним пришли. Как только я принес ему эту корону. Тревога! Какая тревога? Корожи к бою! К бою. Помочь украинским солдатам отбить атаку из туннеля. Из туннеля? А ну. Ой. Это кто? Это кто? Вперёд, говорит, я прикрою. Чё за чучело? Как за скелете? Вперёд, я прикрою. Классная озвучка. Вперёд, я прикрою. Ну давай. Пацаны, ловите. А, это последняя была, эф-1, да? Прикинь? И никого я не убил. Вообще никого, ни одного. Хотя кинул гранату, кинул взрывчат... Ай, чё с ними делать-то? А, у меня же этот есть, выхлоп. Попробуй по головам. Вперёд, я прикрою. Обалдеть, там какие-то пулемётные звуки. Так. Понял. Как-то странно выхлоп стреляет, очень странно. Он должен передёргивать затвор, не? Урон наносит бешеный. Они вообще пофиг, идут такие, знаешь, на расслабоне. Но у них ничего нет. Даже миниган подобрать нельзя. Ну что такое? Отлично. Поговорить с лейтенантом Полищуком. Гранату даже кинули. Ну и чё так грустно? Что за группировка-то вообще? Убер-солдат. Ё-моё. Это как понимать-то? Тайничок. Это учёные разработали убер-солдат. А убер-солдаты подняли бунт и вырвались из лаборатории. Правда, чё-то у них не получилось. Но знаешь ли, без моей пушки, без моего выхлопа, у них бы вообще не получилось отбиться. Поэтому, надеюсь, сейчас мне какая-то будет там похвала. Полищук у нас на втором этаже. Это тот, который главарь местный. Это тот, который командир местный. Здравия желаю, лейтенант. Здравия будь, фотограф. То, что помог справиться с угрозой уничтожения нашей базы. За это спасибо. Лейтенант, а что это было вообще? Кто эти убер-солдаты из туннеля? Это секретная информация. Поэтому об этом инциденте и вообще обо всём, что ты увидел здесь, никому ни слова. Понятно? Да понятно, конечно, но... Никаких но. Я вижу, ты никак не понимаешь, насколько это всё важно и сложно. Мне легче тебя пристрелить сейчас, чем рисковать утечкой информации и колоссальной важности. Дуспокойся ты, лейтенант. Не горячись. Я тебя сейчас на тот свет отправлю, сечёшь? Не понял. Давай стреляй. Не тяни кота за яйца. Кто? О, какие люди и без охраны. Чё происходит вообще? Ты прикинь, 7 человек появилось, все те права... Это чё такое? Это миротворцы взяли и всех перебили, получается? И что у него там задело такое? Дезерт, игл, у... А вовремя, полковник появился. Ещё секунды. И фотографу кирдык. А, ну так это просто значок, это не значит, что она улучшенная. Просто натовская. Ладно. Приветствую, полковник. Если бы не вы, этот придурок-лейтенант точно меня пристрелил бы. А как вы вообще здесь оказались? Лейтенант-Порищук не придурок, а самый настоящий шпион. Он работал на секретную службу нескольких арабских стран, которые и спонсировали ужасные биологические эксперименты, проводимые в подземной лаборатории на территории этой базы. Мы получили неопровержимые сведения и документы, подтверждающие причастность Порищукак к преступной деятельности. Был перехвачен курьер, наёмник-шпион, перемещавший результаты экспериментов с той базы на Большую Землю. Сейчас мы очень вовремя оказались поблизости, возвращаясь в миротворческий корпус с задания. Мы слышали сигнал тревоги и, воспользовавшись суматохой, окружили базу. Когда всё было кончено с этими киборгами из тоннеля, незаметно проникли внутрь базы. И вот мы тут. Солдат, оставшихся в живых после бойни, пришлось бесшумно ликвидировать. Они все тут были заодно с Порищуком. Большая шпионская группировка, одним словом. То есть, по задумке, те киборги должны были многих покласть здесь, а они положили всего два военных. И быстренько я их с выхлопа это. Ну, понятно. Вот оно что. Так, может быть, вы мне объясните, что это за терминаторы с миниганами вместо рук, которые из туннеля вылезли? А это как раз и есть результаты тех самых экспериментов, которые проводятся внизу, в засекреченном лабораторном комплексе X-18. Судя по документам, изъятым нами у курьера, там создавали так называемых идеальных солдат, которым не страшны ни радиация, ни аномальные поля, ни мутанты. По всей видимости, этих киборгов готовили для заброски вглубь зоны к саркофагу ЧАЭС. Вся бесчеловечность проводимых биологических экспериментов заключалась в том, что в виде исходного материала для создания андроидов использовались живых людей. Молодых солдат срочной службы, чтобы заметать следы своих преступлений, Полищуки и его помощник Красавский либо внуждали ребят к дезертирству и потом ловили, либо просто за малейшую провинность объявляли их предателями, что по законам военного времени наказывается расстрелом без суда и следствия. А здесь, на своих базах, именно такие законы они и ввели. Вот так-то. Кроме этого, безумные ученые в своей лаборатории под прикрытием Полищука ставили какие-то генетические опыты над животными, скрещивая различные виды не только между собой, а также с людьми. И бог весть, что еще они там вытворяли. А то, что ты сегодня здесь видел, это были очередные испытания работоспособности сверхсолдат. Видимо, на этот раз что-то пошло в эксперименте не так, какой-то сбой в программе или еще что, но в любом случае, нам это сыграло на руку. В течение обстоятельств и то, что мы оказались поблизости в этот момент, и твое здесь присутствие, это все череда случайностей, позволивших нам наконец-то разобраться с этой непростой ситуацией. Да, ну так вот. Вход в подземную лабораторию находится в самом конце туннеля, который на этой базе охраняли. Проход вглубь туннеля заблокирован каким-то мощным энергетическим полем. Пройти через него просто так не получится. Отключить защитное поле можно только изнутри лаборатории. Вот дела. И как же быть? Как сказал курьер, защитное поле отключалось изнутри лаборатории совсем ненадолго и в постоянно меняющееся время. Примерно два раза в неделю. Ученые забирали провизию, оборудование, а иногда и живой материал для экспериментов. Обратно передавали отчеты, отработанные материалы и пустые контейнеры. А также периодически выводили на поверхность экспериментальные образцы для проведения полевых испытаний. Точные графики длительности отключения защитного поля нам неизвестны. Это знал только Полищук, но его пришлось уничтожить, чтобы спасти тебя. Сами военные вниз в лабораторию почти никогда не спускались. А вот пойманный нами курьер спускался туда время от времени, чтобы проводить инспекцию. Использовал он для прохода через защитный барьер в неурочное время специальный костюм. Этот костюм сейчас у меня, но он только в единичном экземпляре. Поэтому спуститься в лабораторию и попытаться отключить защитное поле сможет лишь один человек. В этом и заключается сложность момента. Я вижу только одну подходящую кандидатуру. Это ты, фотограф. Что скажешь? Страшноват как-то одному туда лезть. Мне уже посчастливилось совсем недавно побывать в подземных лабиринтах. Правда, я туда попал несколько необычным способом. Но это ладно. Подземелье гиблое место. Я там на такое насмотрелся. В страшном стене привидится. А почему бы вам не послать туда кого-нибудь из ваших главорезов-спецназовцев? Ну вот, видишь, ты уже получается специалист по подземельям. Мои ребята, конечно, профессионалы. Но это только когда дело касается боевых операций. А здесь дело гораздо тоньше. Отключить защитный барьер смогут только ученые, работающие в лаборатории. Мои орлы, скорее всего, напугают или перестреляют тамошних обитателей, нежели сумеют договориться мирным путем. А ты у нас дипломат. Тебе не в первый раз решать подобные задачи. Короче, ты сейчас единственный, кто может попытаться решить проблему качественно и без лишнего шума и ненужных потерь. Ладно, я согласен. Тем более, что ваш связной попросил меня отыскать схему переходов между подземными лабораториями. Сказал, что именно в секретной части лаборатории комплекса X-18 она должна быть у кого-то из работающего там персонала. Совершенно верно. Схема подземных переходов это для нас сейчас единственный шанс быстро и без лишних потерь пробраться вглубь зоны, выяснить тайный маршрут, по которому прошли наемные агенты и обезвредить их прежде, чем они доберутся до цели. По полученным от курьера сведениям в лаборатории за старшего некто профессор Плоймар. Как я понял, он в какой-то мере сам является заложником, которому было запрещено выходить на поверхность до окончания работ по созданию киборгов. Вот на этом в том числе тоже можно будет сыграть. Найди его в лаборатории и передай, что база захвачена миротворческими силами. Полищук убит. Тайная работа лаборатории рассекречена и всякое дальнейшее сопротивление бессмысленно. При условии сотрудничества мы гарантируем всему персоналу безопасность и смягчение наказания. Первое, что необходимо будет сделать профессору, это отключить защитный барьер. Второе, прекратить все свои разработки. Третье, предоставить нам схему подземных переходов. Схему потом передай мне, раз уж мы с тобой сами встретились. Связному ее относить уже не надо. Мне все понятно. Давайте защитный костюм, и я снова полезу в этот подземный ад. Подожди, это еще не все. Есть сведения, что все подземные лаборатории заражены каким-то неизвестным вирусом, который убивает человека за несколько дней. Инкабационного периода практически нет. Симптомы заражения проявляются через несколько минут после заражения. Да ты, наверное, и сам об этом уже знаешь. Или слышал. Наверняка это проделки все тех же яйцоголовых товарищей. Поэтому защитный костюм не снимай. Чтобы взять под контроль систему подземных лабораторий, нам нужно понимать, с чем мы имеем дело. И каким образом можно защититься от заразы. Думаю, что у Плоймара есть ответ на этот вопрос. О, держи костюм и будь осторожен. В костюме тебя примут за курьера, так что у тебя будет время, чтобы найти Плоймара. Ну, а потом уже по обстановке. Костюм потом вернуть мне не забудь. Жду тебя обратно с хорошими новостями, фотограф. Эх, опять вы меня подбиваете на сомнительное и крайне опасное дело, полковник. Ну да ладно, до скорого. Да из меня дипломат, как из дятла пулемет. Столку много, а толку ноль. Ну что, все? Ой, тут какие вкусные оружия всякие можно найти. Опять лейтенант Лавров. Очередной. Уже третий Лавров. Знаете, я бы тут пособирал все это добро, все эти валы. Впоследствии их можно продать за хорошие деньги. А что за костюм-то? А вот такой, Пегас 85М. Ну что, будем спускаться. О, тут сержант Киреев. У него до сих пор две личинки осталось.